И в Украине есть места, где можно искупаться зимой. Горячий источник Счастливцева находится на Арбатской стрелке. Арбатская стрелка исследовалась в начале 20-х годов прошлого века на наличие нефти. Черного золота не обнаружили. Взамен добыли термальную минеральную воду с температурой 45 градусов по Цельсию. А в конце 80-х годов 20-го века во время строительства реабилитационного центра для спортсменов. Из земли хлынула горячая вода. Скорее всего, в ходе земляных работ случайно была распечатана одна из законсервированных скважин. Распад Советского Союза помешали тогда довести объект до полноценного запуска. И в начале нулевых попытку реанимировать проект предпринял профессор Козявкин. Но на сегодняшний день центр находится до сих пор на стадии незавершенного строительства и в поисках инвесторов. Сейчас горячий источник реконструируется. Друзья, какие впечатления? Мои впечатления? Я нагрелась сейчас. Я могу плавать. Хочу сравнить с прошлым годом, когда был природного происхождения этот источник. Тогда можно было нагреться только возле клубы. Сейчас. Я сейчас замеряю, видите. Там уже замеряла 50 градусов. Но мы сейчас еще раз замеряем, не меняется ли температура. Здесь у нас стабильно идет 41. То есть нагреться можно. Но главное, какие минусы здесь, какие я увидела, это то, что переодеться очень тяжело. Прежде всего, когда мы снимаем одежду, надо минимум не более 5 минут на то, чтобы быстренько раздеться, взять с собой халат и быстро прыгнуться сюда, чтобы нагреться. А когда вы нагрелись, надо тоже быстренько одеться, потому что здесь очень большой сквозняк. Сквозняк. Я поехала замерять температуру. Поплыла. Главное, чем хорошо, потому что среди зимы ты можешь спокойно поплавать. Поплыла. Друзья, на выходе из трубы 50 градусов. Везде по всем бассейне 0,41. Глубина воды возле самой трубы где-то метр 20. И глубина бассейна на выходе метр. Если взять по размеру, то от трубы по сторонам будет где-то метров 4. И в длину метров по 5. То есть есть где искупаться. Все, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Глубина этого бассейна доходит до метра. Дно, как и у предыдущего стихийного, составляет собой смесь из песка и суглинка. И поэтому высокое содержание соли в сочетании с глинистым дном окрашивает бассейн в ржавый цвет. Температура же воды на изливе из скважины доходит до 85 градусов по Цельсию. А вместе с бросом излишка в открытый бассейн 40-45 градусов. Поэтому во всем бассейне температура остается 41 градус. Состав минеральной воды в скважине возле Щесливцева – это йодобромная хлорно-натриевая вода с высокой степенью минерализации. Здесь радон. Она обладает обезболивающим, противовоспалительным, спазмолитическим действием, помогает при лечении кожных заболеваний, нормализует работу сердечно-сосудистой и нервной системы. После купания в воде стоит такой стойкий запах сероводорода на теле. Так как на озере нет дежурного медицинского поста, поэтому надо быть очень осторожным с купанием. Надо помнить о противопоказаниях для покупания минеральных горячих источников. Сюда входит онкология, гипертония, острые стадии инфекционных и хронических заболеваний, беременность. И также не рекомендуют мальчиков до периода полового созревания. Из бассейна вода самотеком уходит в Азовское море, постепенно остывая до 20 градусов по Цельсию. Сегодня же мы измерили температуру воды. Сегодня температура воды в Азовском море 5 градусов по Цельсию. Люди после источника прибегают, у кого позволяет на это здоровье, окунулись и помчали назад к источнику греться. Но это только те, кому позволяет сердечно-сосудистая система и нет заболеваний. Друзья, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч в эфире!